всем привет меня зовут карпович глеб я бренд-менеджер компании штайнберг в россии сегодня мы будем говорить о записи классической гитары так или иначе мы все сталкиваемся в современном мире со звукозаписью мы проводим вебинары онлайн-концерты записываем демо нам нужно уметь работать со всем этим оборудованием давайте начнем с самого начала что вообще нужно для звукозаписи первое что вам понадобится это конечно же компьютер затем звуковая карта микрофон и наушники компания штайнберг как раз производит такой набор куда входит все вышеперечисленное у вас есть высококачественный конденсаторный микрофон у вас есть наушники звуковая карта программное обеспечение единственное что мы туда не добавили это компьютер давайте сначала поговорим о тех навыках которые вам нужно изучить первое это конечно же умение пользоваться микрофоном положение микрофона может кардинально поменять звучание инструмента есть конечно же много других факторов как акустика помещения техника исполнителя оборудование звучание самого инструмента поэтому мы не будем давать какой-то один конкретный вариант мы скорее покажем процесс подбора положения микрофона чтобы получить максимально качественный результат вообще вы как звуко режиссеры и даже если вы не занимаетесь этим профессионально а просто хотите сделать небольшое демо в первую очередь должны доверять своим ушам и своему вкусу следующий момент который конечно же очень сильно влияет это акустика помещения даже если вы владеете самым крутым оборудованием если вы записываетесь в гараже вы будете звучать так как будто вы записывались гараже поэтому здесь нужно немножко поэкспериментировать в любом помещении есть оптимальное положение которое даст наилучший результат здесь на самом деле все достаточно просто вам нужно попробовать просто по записывать себя в разных местах комнате в углу напротив стены по центру комнаты где угодно вам нужно просто провести все эти шаги чтобы понять где вы звучите лучше всего следующий шаг это конечно же попробовать заглушить все нежелательные звуки например отражение какие-то шумы здесь по сути вам нужно попытаться сделать вокруг себя акустическую будку можно использовать матрасы одеяло подушки любые плотные но мягкие материалы которые вы можете расположить вокруг себя ну и конечно же третий элемент это умение пользоваться своим оборудованием но это как раз самый простой шаг так как сейчас в интернете огромное количество материалов и компания штайнберг сейчас имеет более 50 уроков на русском языке где вы можете узнать как пользоваться нашей продукции принципе теперь мы можем попробовать сделать запись и дальше мы вам покажем весь процесс от того как подключать оборудование и собственно как выбирать положение микрофона первое что вам нужно сделать это конечно же подключить микрофонный кабель к микрофону а затем подключить микрофон к звуковой карте но здесь есть несколько нюансов конденсаторный микрофон который идет в комплекте с рекординг пэком нужно подключать определенным образом сначала выкручиваем регуляторы gain в минимум проверяем что выключено фантомное питание которое обозначается на звуковой карте надписью плюс 48 в подключаем микрофон включаем фантомное питание и начинаем увеличивать чувствительность микрофона с помощью регулятора gain но здесь очень важный момент попросите исполнителя сыграть максимально громко и следите за индикатором пик вам нужно установить чувствительность таким образом чтобы индикатор пик не загорался чтобы отключить конденсаторный микрофон вы должны проделать все те же самые шаги но в обратном порядке сначала мы регулятор gain ставим в минимум отключаем фантомное питание и только после этого отключаем микрофонный кабель от звуковой карты после того как вы подключили микрофон самое время начать искать подходящее положение попросите музыканта исполнить произведение которое вы будете записывать и начните двигать микрофон внимательно слушайте за тем как меняется звучание и выберите тот вариант который вам нравится больше всего ваши уши подскажут вам какой вариант звучит лучше всех доверяйте им для записи мы пригласили евгения козлова лауреата международных и российских конкурсов а в качестве инструмента выбрали гитару yamaha cg-122 mc мы запишем несколько положений микрофона которые позволят вам понять как меняется звук и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну а если нет возможности мучиться с выбором положения микрофона, то всегда можно выйти из ситуации, используя Silent Guitar, которая подключается напрямую в линию. Давайте послушаем. Как вы могли заметить, положение микрофона кардинально поменяло звучание инструмента. Когда мы направили микрофон на гриф гитары, мы слышали гораздо больше призвуков от струн, гораздо более яркий звук. А когда направили микрофон в корпус гитары, звучание стало более богатым, более глубоким. А когда отодвигали его от инструмента, то получали больше реверберации от помещения. То есть это целый мир и это художественный элемент, который вы можете использовать для того, чтобы подчеркнуть свою музыку. Ну и Silent Guitar это, конечно же, очень простой и очень удобный вариант. Надеюсь, вам понравилось наше небольшое видео о записи классической гитары в домашних условиях. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok